Казахстан Республикасы 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 60 миллиардов тенге, в следующем 90. В 2015 году уже реализуется 96 социально значимых для регионов проектов по данному направлению. Только в этом году будет построено и реконструировано 266 километров сетей тепловодоснабжения и водоотведения и 14 котельных. Второе – это укрепление жилищной инфраструктуры. На строительство и приобретение арендного жилья на 2015-2016 годы из Национального фонда предусмотрено 145 миллиардов тенге. В текущем году будут построены и приобретены более 7 тысяч квартир, это 400 тысяч квадратных метров, до чего с учетом средств из республиканского бюджета всего выделено 122 миллиарда тенге. Строительство жилых домов ведется в комплексе с обеспечением необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктуры. В 2015 году на развитие и обустройство инфраструктуры в районах жилищной застройки выделены целевые трансферты регионам в сумме 42,7 миллиарда тенге, в том числе и средств Национального фонда это 17,5. На эти средства начата реализация 170 проектов по обеспечению жилых домов надлежащей инфраструктурой, в том числе 66 проектов, это будет по государственной программе Нурлжоу. Уважаемый Нурсултан Абишевич, у нас на прямой спутниковой связи все регионы страны. Начнем с локомотива национальной экономики металлургической отрасли. На экране гиганты индустрии Арселор Миттал Тимиртау и Ускаменогорский титано-магниевый комбинат. Стратегической задачей комбината является ваше поручение по модернизации производства с выходом на 6 миллион тонн стали в год. Поэтому мы завершили реконструкцию доменной печи номер 3. Ее производительность увеличена на 12,5%. Использованы современные технологии, улучшаются условия труда горновых, уменьшается вредное воздействие на окружающую среду. Мы вышли на проектные показатели 6000 тонн чугуна в сутки. 3 июля исполнится 55 лет со дня исторической плавки первого казахстанского чугуна, в который участвовали и вы. Позвольте поздравить вас с этим замечательным событием и передать слово ветерану комбината, доктор Хану Искакову. Уважаемый Нурсултан Абишевич, в рамках государственной программы и индустриализации, наш комбинат впервые в Казахстане внедрил технологию послойной резки титанового блока на ковочном прессе. Мы инвестировали в этот уникальный проект 1 миллиард тенге. Это позволит нам автоматизировать процесс управления производством, снизить себестоимость, повысить качество и укрепить позиции казахстанского титана на мировых рынках. Уважаемый Ельбасе, разрешите запустить действие новую технологическую линию. Завтра исполняется 55 лет получения первого чугуна на казахстанской магнитке, участником которого я был. Я знаю, что там собрались ветераны комбината, Вадим Имушинцев, мой сокурсник Анатолий Шашков, Кукала, доктор Хан, с которым мы вместе работали, и многие другие. Я рад вас приветствовать и поздравить с этим замечательным днем. Хорошо, что вы там собрались. Желаю всего доброго. Непростые времена сейчас переживаем мы все, в том числе металлургический комбинат. Господин Млакшми Миттеллом мы недавно встречались и говорили о дальнейшей работе. Даже в этих сложных условиях доменная печь прошла реконструкцию. Это большие средства, большие затраты и новые мощности. Желаю успеха. Титаномагниевый комбинат – это уникальные предприятия Казахстана. Другого, второго такого нету. И он находится на острие, научно-технический прогресс, участвует в создании уникальных машин и механизмов в мире. Поэтому пуск нового предприятия – большой совет для всех, для нас. Я поздравляю вас с этими победами и желаю успеха. Разрешаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас у нас на связи руководители новых производств, готовых к запуску. Управляющий директор совместного предприятия Каз Киоти Бахтер Маматов, генеральный директор завода Каз Техмаш Сабит Шакенов, а также представитель финской компании соинвестора САМПО РУСЕНЛЕВ МИКО ЛЕВАЯРВИ. САМПО РУСЕНЛЕВ МИКО ЛЕВАЯРВИ. САМПО РУСЕНЛЕВ МИКО ЛЕВАЯРВИ. Господин президент, прежде всего, позвольте выразить вам благодарность и признание за создание благоприятного инвестиционного климата в Казахстане, а также за поддержку иностранных инвесторов. Благодаря вашей политике, индустриализации и новых пяти институциональных реформ мы смело зашли на рынок Казахстана. Мы рады нашему первому совместному заводу и просим дать старт. Я всех вас поздравляю. Казахстан – аграрная страна. И мы нуждаемся в такой технике. Волгодство Казахстана, солгодство Казахстана. Это, кажется, был ээр вакат так керек. Жыл саин керек, бизгек. После, да и машина хурлама, брунна керек это. Был, это, куаныш, ты жаг, дай, куттоволсын. Спасибо большое. А сейчас у нас на связи новые производства пищевой промышленности. В Костанайской области построен завод по выпуску молока и молочной продукции. В эфире генеральный директор компании «Лидер-2010» Владимир Ширяев. Уважаемый Нурсултан Абишевич, благодаря вашей политике, поддержке бизнеса мы развиваем наше молочно-товарное производство. Начатое три года назад, мы завели 1200 голов голщины филистской породы и получаем 20 тонн молока ежедневно. Как вы и ставите задачу, мы создали предприятие полного цикла. Построили новый молокозавод мирового стандарта, мощностью 7000 тонн в год. Мы поставляем продукцию во все регионы Казахстана и в 30 городах России. А за счет эффективного маркетинга география сбыта будет расширена. Это наш вклад в решение, поставленное вами в плане нации задачи по увеличению доли экспорта молочной продукции до половины. Уважаемый Нурсултан Абишевич, разрешите запустить производство. Где-нибудь в других странах молокозавод 20 тонн в сутки, наверное, показалось бы мелочью, но для нас это очень важно. Мы аграрная страна, переработки сельхозпродукции придаем большое значение, поэтому это хорошее событие. Поздравляю вас с окончанием строительства. Запускайте предприятие. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Самрук Казына Юнайтед Гринжауапкершілігі шектеулі серектестігінің басты ректоры Нурлан Капенов, Алюминиумов Казахстан серектестігінің басты ректоры Нурсултан Жумабек. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемый господин президент, нам очень комфортно работать в Казахстане, потому что вы сделали своим приоритетом создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Ваши пять институциональных реформ и сто шагов впечатляют нас. Свой смелостью, масштабностью, и мы полностью поддерживаем ваши устремления. Мы планируем увеличить мощность проекта «Бурная» уже в этом году с 50 до 100 мегаватт. Это наш вклад в подготовку Казахстана к всемирной выставке «Астана-экспорт-2017». Уважаемый Нурсултан Абишевич, наша электростанция, расположенная в Жамбылской области на 150 гектарах земли, самая крупная в Центральной Азии. За счет энергии солнца электростанция сможет вырабатывать 73 миллиона киловатт-часов в год. И сегодня мы готовы к запуску производства. Уважаемый господин президент, а сейчас для меня большая честь от имени всего коллектива «Самрук Казана Юнайтед Грин» попросить вас запуск солнечной электростанции. Поздравляю обе предприятия, желаю успехов, крепкого здоровья. В Атаравской области налажено производство сразу трех новых видов продукции – ароматических углеводородов, полимерной продукции и оборудования для нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Казар бізбен байланысты полимер продакшн компаниясының баз директора Хабид Закария. Уважаемый Нурсултан Абишевич, как вы ставите задачу, страна строит не только новые производства и заводы, но и развивает инфраструктуру, прежде всего транспортно-логистическую и индустриальную. Бұл біз қалып тастырым жатқан жаңа экономиканың енте имді трегі болып табылады. Казар алматы қапшыға афтажолы, Шақпағата Асуындағы Танил, Баладардағы ерт сөзен арқылы өтетін көпір, және орал тасқал Асаратов афтажол участкелеріндегі құрлысы ұжымдарын байланысқа қосамыз. Көрметті Нұрсултан Абешылы, сіздің нұрлы жол, болашаққа бастар жол, жолдауыңыз бойынша Астанамен өңірлермен байланыстыратың ұзақтығы 7000 шақырым 11 афтажол жоуасын іске асыру көзілген. Афтажол жоуаларының іске асыру барысында 200000 адам жұмыспен қамтылады. 2020 жылға дейін автомобил қатнасы екші әрмесе өседі. Маңызды жоуалардың бірі Астанамен Алматы арасы қарғанды Балқаш және қапшығай қалылары арқылы байланыстыратын жалпы ұзақтығы 1282 шақырым орталық оңтүстік дәлізі болып табылады. Астанамен Алматы арасында жол жүру уақыты 6 сағатқа азайады. Кәзір біз Алматы қапшығай ұчастың де тұрмыз. Бұл осы ұчастық бойымен бір бағытта жол қозғалысын ашуын жоспарлау отырмыз. Құрметтің ұшылдан әбір жылы, сіздің тапсырмаңыз бойынша Батыс Ероба, Батыс Қытай жобасы әске асырлуда. Бұл ғы жыл жұрдыңыз бойынша Ресей Федерация шегерасынан Алматы қаласына дейін автобер жолың толық ашуы жоспарлануда. Жұмыстар жалпы бектілген жоспарға сәйкер жүргізіліде. 2016 жылы дәлізді қайтай жанартуда толығымен аяқтарлады. Аталған жобаң аясында Қазастан тарихында алғашқы автожол түнөлі салынуда. Түнөлдің ұзындығы 940 метр. Ол Шымкент пен Тарас қалалары арасындағы шақпақ баба асығы арқылы қауіпсіз жол қозғаласын қамтамасыз етеді. Құрметті Нұрсултан Абишылу, бағдарламаның үрі жобаларының бірі Павладар мен семей қалылар арқылы өтетін жалп ұзындығы 1018 шақырымды құрайтын орталық шығыс дәлізі болып табылады. Қазіріктан да жұмыстар 5 шақырым болатын 16 ұчаскеде жүргізілуде. Оның үшінде 100 шақырымы бұйылғы жылы пайлануға берледі. Қазір біз аталған дәліздің құрлысы жүргізіліп жатқан нысандардың бірінде ертісөзен арқылы өтетін көпір өткөлінде тұрмыз. Құрлыс жұмыстары өндірістік кестеге сәке жүргізілуде. Келесі жылы Астананың жолын Павладар семей афта жолы мен осы көпір арқылы байланыстырамыз. Бұл өткөл Павладар ғаласын орын асқан ертісөзен арқылы өтетін жалғыз ескі көпірдің жұмысын женгілдетеді. Нұрлы жол мемлекеттік бағдарлама саясында орталық батыс көліклерізе салыны жатыр. Бұл жоба Астананың Қазастаның батыс облыстарымен сапалы афта көлік жолы арқылы байланыстырады. Аталған жоба Макраймақтың Құстасдауына қыпал етіп, Ресейден Астрахан, Бауқаград және Саратов қалыларды арқылы отандық таварларды эксперттауға мүмкіндік артырады. Бүгін Қазапта жолып тұқ компаниясы орал Тасқала-Саратов жолын жаңыртуға жайын. Құрметті бірзеген жұмысты бастауға ұрқсат сұраймыз. Апта көлік жолы, темір жол бүгінгі күнгі емес бұл ашақ ұрпақтың өлесінде олады. Жүз жылға, мүм жылға салыны жатқан жол, өрі отырсындар Қазақстанның бәрлік жерінде жеке-жеке салыны жатымыз. Бәрлік Астанадан шығатын кәдімге сәуле сияқты жан жаққа тарайтын жол олады. Железнодорожные магистрали – жизненные артерии национальной экономики. Благодаря стратегическому видению Ельбаса ведется строительство целой сетей новых транзитных линий, которые откроют нам прямой доступ на мировые рынки. Көлік логистикалық орталықтардың біртітақ жүйесі ғалтасты. Ол біздің елімізді Азия мен Европаның кшығыспен бұл асындағы нақты сауда-экономикалық көбір яйналдырат. Қазір сөз Ақтау тенгіспорта, бөржақты ерсай темыржол тармаға, және астаналық көліктік логистикалық орталыға башшылар наберлет. Қазір сұлтан Абишевич, завершены работы по строительству новых причалов и контейнерных площадок. Возведены все шесть силосов нового зернового терминала. Ведутся монтажные работы на пусколадочные работы на комплексе для перегрузки зерна. Введение в эксплуатацию трех сухогрузных причалов увеличит пропускную способность порта на 3 миллиона тонн в год. В четыре раза возрастут мощности по перевалке зерна. Современные средства перегруза и контейнерные площадки позволят обрабатывать более 1 миллиона контейнерных грузов в год. Таким образом, морской порт Актау сформируется как логистический хаб, который позволит создавать новые логистические решения для транспортировки экспортных и транзитных грузов в направлении Кавказа, Турции, Ирана, стран Персидского залива и Индии. Продолжение следует... Уважаемый Нурсултан Абишевич, разрешите представить крупнейший транспортно-логистический центр Казахстана. Здесь, в Астане, премиум-класса, с общим объемом инвестиций 26 миллиардов тенге, который предложит сервис по холодильному, крытому, контейнерному хранению и обработке, а также оптово-розничной торговле. По сути, это современный центр консолидации и дистрибьюции товаропотоков с покрытием соседних стран. Ввод в эксплуатацию данного центра в Астане позволит создать более 850 новых рабочих мест. Уважаемый Нурсултан Абишевич, разрешите дать старт работе транспортно-логистического центра. Разрешаю запустить все доложенные предприятия. И сейчас в прямом эфире две индустриальные зоны – Южно-Казахстанская и Актюбинская властей. Аса хрометті Нурсултан Абишулы, сізді Нурлыжол Бағдарлымаңыз арқасында, бұйылғы жылы Актюбе қаласындағы индустриялы қаймақ инфракұрылымын құрылысына аяқтауа тайап қалдық. Аумағы 200 гектар құрайтын аймақта, ондаған жаңындырстер ашылады, мыңдаған жаңын жұмысты орындар ашылады. Бүгін біз алғашқы екі жобаның құрылысыны бастаға алатырмыз. Осы жобалар тұрғысынан ақ, мемлекеттік инвестициялардың тиімділігі көрініп тұр. Бюджет қаржысын бір тенгесіне жеті тенгеден кемемес жеке капиталы тартылатын болады. Аса қадырлы елбасы, біз Нурлыжол Бағдарламағыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Аса құрметті елбасы, сіздің тапсырынмаңыз бен 5 жыл бұрын обыстар республикадағы алғашқы индустриялдық аймақ ашылған болатын. Бүгінде аймақта 72 жобас сәтті іске асуды, бюджеттен шыққан 1 тенгеге 13 тенге жеке инвестиция тартылды. Нәтижесінде инфрақұрынға жұмсалған 5 млрд тенгенің 3 млрд тенгесі мемлекетке салық ретінде қайтып үлгірді. Индустриял қаймақтың тимділгіне көзіміз жетіп, шымкентті қосымша 4 аймақ және обыстың барлық аудандарында осында аймақтар ашылуда. Бүгінде 2 ауданда іске қосылып, 9 ауданда құрылысы жүргізілуде. Бұл аймақтарда 140 жоба іске астылуда. Аймақтамын қоспеллер атынан алғысымызды білдіреміз. Туғысын жетіп жатқан жұмыстарын бұл бізге өте қажет. Сол үшін мемлекет қаражат жұмысап жатыр. Сол үшін сетелі инвесторларын тартып жатырмыз. Жақсылап жұмыстыңдер табысты болыңдар. Аса мәртебелі елбасы. Құрметті ғауын осымен бүгінгі телекөпіріміз аяқталды. Сөз Қазақстан Республикасының президенті елбасы Нұрсултан әбішілі Назарбайыққа берілетті. Қазақстан өмірінде түкпірінде үлкен жұмыс жүргіліп жатыр. Бұл маған бұрын соңды үлкен өндірістерді салып жатырмыз, бұның бәрліғы Қазақстанның болашағына жұмыс тетін болады. Кәзірге салынып жатқан өндіріс, жаңадан бастаған өндіріс ертенгіні экономикамызға үлкен таварларды ғойатын болады, Қазақстанның экспорттық үшіндің ұлғайты атын болады, елімізді таварларымын қамытамасы сетет, қалқымызға жұмыс ордың берет, өндірістің өнімін төміндет кізбетін болады. Қейін ұстау жағдайда жүзірі асырып жатқан біздің бәрліқ шарваларымыз елдің егілігі үшін жұмыс төп жатыр. Мен мұна бүгінгі байындаған жұмыстардың нәтижесіне қанағаттандық себебі жұмыс жүргізіліп жатыр бәрліқ жәлде. Біздің бақтарламыз орында алып жатыр. Алғашқа 5 жылдық кезінде 33 миллиард доларда насамшетелдікен инвестиция тартылған болатын, өткен 5 жылдықта. Соның жәртісі өдемелі индустриялық, инновациялық бағдарылымаға жұмыс алған. Оқсы вақтарағында өз өзіңіз білестір, жаңадан 770 мекеме үске қосылды. Ал олардың өнір кәсіпі өнің үлесі 17% болды. Өткен 5 жыл үшінде 4,5 триллион тенгенің өнімі өндірілді. Жаңадан салыңған өндірілдер экономикамызға мүнеке өзінің пайдасын тегізіп жатыр. Бұл кәсіп өріндар салыларының дамуына өте өлкенлес қосыды. Мәселен, химия, құрылыс, металургия бәрліқ өндірілдің төрттен бірін жаса батыр. Бұл үңді өнер кәсімінде еңбек өдімділігі бір бүтін онынан жеті есе арты батыр. Басқа өндірістер де бұндай өсім жоқ. Бірінші 5 жылықта жаңадан ашылған сақтылған жұмыс орындарының жалпы саны 250 мүм жұмыс орыны болды. Еліміздің экспорттық әлеуеті асты. Еліміздің экспорттың мөлшері бір триллион тенгеге жоқтады. Бұл өте өлкен сифра болып санын. Экспорт өнімдерінің тіземінің үштен бір мөлшерге еселенді. Сонтан, істеген шаруамыздың бәрліғы бекер болған жоқ, жасап жатқанымыздың бәрліғы бекер болған жоқ. Сол 770 өндірісінің бәрліғының іске қосылып, өзінің күшінің қуатның іенің үшін бәрліғы олысының әкімдері өкіметтің бірге жұмыстығы керек. Олай болатын баса, мұнау, кәзірге болып жатқан мұнауы, ғаз, металдардың бағасының төміндегі, мұнау өндіріс арқылы біз орына келтіріміз керек. Мәселес онда. С начала этого года мы запустили программу второй пятилетки индустриализация. И это осуществление программы началось на фоне очень сложных событий, которые происходят в мировой экономике. Замыдлении роста, сокращении экономик наших ключевых торговых партнеров. Вторая программа второй пятилетки имеет четкий фокус, на что мы обращаем внимание. Определены шесть приоритетных отраслей. Нефтеперерабатывающие, металлургические, пищевая, химическая промышленность, промышленное оборудование. Видите, по нефтепереработке мы перешли глубокой переработкой нефти и газа с получением готовых пластмассовых изделий. Металлургический комплекс развязается как в сторону увеличения мощности, так и глубокой переработки. Химическая промышленность очень важна не только по химической части, но и для нашего огромного аграрного сектора, который должен поднимать производительность труда за счет химизации сельскохозяйства. Промышленное оборудование для горнодобывающей, нефтехимической промышленности очень важно. По всей стране идет огромное строительство, поэтому строительные материалы архи нужны Казахстану. Вот где могут быть вложения малого и среднего бизнеса. Все для вас создается. И в основе всех этих работ лежит кластерный метод. В новой программе мы постарались максимально учесть уроки, вложить весь накопленный опыт первой пятилетки, в ней учтены предложения и пожелания. Первая пятилетка была началом. Допущены были ошибки. Не те предприятия. Предприятия, которые не могли продавать свою продукцию. Предприятия, которые пришлось переделывать. Предприятия, которые не осваивали свои мощности. Из всего этого надо сделать выводы. В неосновешний день обрабатывающая промышленность крупными иностранными инвесторами готовится к реализации новых 22 проектов. Идет работа по ряду крупных системообразующих проектов. Так, совместно с Альянсом Рено-Ниссан, как мы говорили, запускается строительство автозавода полного цикла и технопарка по производству автокомпонентов. Это я вот видел сейчас на выставке. Итальянская компания Тенорис инвестирует в производство труб премиум класса. В совместе с английским Данго Дриллинг будет запущен завод по производству буровых установок. Российский Еврохим планирует производство минеральных удобрений Джамбульской области. Канадская Кудо Индастрис намерен наладить производство винтовых насосов для нефтогазовой отрасли. В рамках сотрудничества по программе развития шелкового пути реализуется большой пакет новых проектов с нашими китайскими партнерами. То есть я назвал самые крупные, значимые только объекты, их перечислить очень трудно. Очень много таких объектов, для которых мы создали исключительные условия для их работы и зарабатывания, и создания индустрии для Казахстана. Индустриализация – это стержень всей экономической политики нашей страны. Казахстан всегда был сырьевым государством. Он поставлял только сырье. И сейчас, когда настали другие времена, мы поняли, что мы на этом не проживем. Не всегда сырье будет пользоваться спросом. Не всегда будут цены высокими. И не всегда мы за счет этого будем жить. Именно индустриализацией, в том числе развитие малого и среднего бизнеса, огромного количества среднего класса – вот что нам необходимо сейчас. Очень важно. И это нужно для достижения главной цели – выполнения программы вхождения Казахстана в 30 развитых государств мира. Сегодня в результате реализации программы индустриализации нужно уделять особое внимание к следующим вопросам и правительству, всем министерствам, ведомствам и Акимам. Первое. Повысить эффективность и производительность действующих предприятий. То, что новое строится, высокая, конечно, эффективность имеет. Сейчас в сельском хозяйстве вообще не говорю, там никакой производительности пока нет. Старые предприятия и производительности тоже не дадут. Поэтому всем надо понять, все, что старье у нас в Казахстане, не потому что мы этого хотим, он отживет свою жизнь, потому что никому будет не нужны. Убыточные предприятия не имеют права на жизнь. А вот производительность действующих предприятий увеличивать, для этого нужна система бережливого производства элементов роботизации, автоматизации, модернации технологических линий. А это, внедрение этих показателей означает, что будут сокращаться рабочие места. Лишние будут сокращаться, приведут роботы. Огромное количество сегодняшних профессий просто исчезнут в будущем. Как я всегда говорил, готовьтесь к конкуренции. Сейчас опять всем говорю, готовьтесь именно к такой технологической модернизации. Сейчас в мире настолько быстро развиваются технологии, приходит, пользуясь кризисом, который есть, приходит совершенно новый уклад в экономике. Мы, осуществляя индустриализацию, не должны отстать от веяния времени. Особенно это касается наших традиционных отраслей. Металлургии, нефти и химии. Во-вторых, то есть первое, произвести труда может быть только через роботизацию и автоматизацию. Во-вторых, нужно создать и дальше развивать принципиально новые для Казахстана отрасли промышленности. Нефть и газохимию, оптового строения и ряд других. Как вы видели, мы к этому приступили. Но этих темпов недостаточно. Здесь решение кроется в реализации нескольких крупных стратегических совместных проектов с глобальными мировыми игроками. Поручаю правительству, национальным холдингам определить перечень таких проектов, закрепить ответственность людей, которые будут за этим следить и реализовывать. Для доступа к современным технологиям, компетенциям и глобальным рынкам избыта надо обеспечить привлечение, как я раньше говорил, десяти крупнейших транснациональных корпораций и якорных инвесторов. Там выставки, если Турин Таевич мне показывал, но когда они здесь будут и начинают работать, мы будем в следующий раз это отслеживать. В-третьих, мы с вами определили секторы промышленности, это пищевая, строительные материалы и машиностроение, где имеется высокий потенциал для развития отечественного бизнеса, создания конкурентоспособной продукции, выхода на внешние рынки. В-третьих, холдингу «Байтерек», совместной национальной компании предпринимателей «Атамикен» надо реализовать проект «Национальные чемпионы». Мы об этом говорили, и вы много об этом говорите, пока этого чемпиона что-то не видно на горизонте. Они должны проектам. Мне сказали, что 32 таких проектов имеются, но чемпионов поначалу 32 не бывает, чемпион один вообще. Покажите мне этого чемпиона в каком-нибудь скором времени, за которым последуют другие. Что касается малого бизнеса, кстати, о чемпионах, мы должны в ходе этой работы чем-то отличиться своим. Я несколько таких примеров. Допустим, Францию все знают, какие духи дамам они выпускают, и по хорошим винам. Японцы нам, казахам, которые икру не ели, потому что заставили кушать сырую рыбу. Сырую рыбу. Когда может казах кушать сырую рыбу 20 лет тому назад? Весь мир ест эту сырую рыбу. Спрашивается, не технологии их, не совершенно какие-то новые дела. А вот бренд, Нидерланды, тюльпаны нидерландские. Вы посмотрите, ни по каким-то таким делам, ни Айрбасы, ни Боинга, именно по этим делам мы узнаем эти компании. Почему нам об этом не подумать? На выставке, я был сейчас в Милане, и там у них программа пищевая. И там наши аграрии демонстрировали килограммовый апорт. 600 грамм, килограммовый апорт. Все ходили вокруг этого. Это подделка или действительно это апорт? Вроде бы, что такое яблоко? Все сейчас понимают, что Казахстан это отец яблок. Из Казахстана вышли те тюльпаны, которые сейчас производятся не в Нидерландах, а в Марокко, в Нигерии и продаются всему миру. Мы кушаем клубнику из Израиля, страна, которая находится на песках и камнях. То есть, почему-то мысль отстает у нас. Новинки, креативность. Сначала у человека рождается идея. Я хочу вот это создать. Потом вокруг идеи собирают материалы, изучают все, что в мире есть. Когда собрал материал, начинаешь думать, как его. И тогда, как в свое время Архимед, лежа в ваннах, осенил я его. Должно осенять человека. Как это сделать? Потом приступает к производству. Так работал Леонардо да Винчи. Вот у нас надо воспитать таких. Почему мы обучаем, развиваем науку, учим людей, ищем талантов для школ, университетов. Я хочу заранить молодежи вот такое стремление найти новое, которое находили. Почему у нас? Разве нет у нас талантов? У нас есть какие еще таланты? Штучно подобрать их, собрать этих людей и заставить. То есть мы где-то должны пробиться каким-то брендом казахстанским. Есть на чем. Давайте будем думать. Даже я вот начинаю думать над вопросом. Например, Япония называется страна восходящего солнца. И Корея – страна утренней свежести. Китай – поднебесная. Нам тоже от этих штанов уйти. Мы – страна великой степи. Великая степь, вечное синее небо. Наши спутники, наши предки жили под этими осенями. Тангри – это небо от цвета зелени великой степи. И синего неба в смеси родился цвет нашего флага. Единый свет, означающий единство страны. Мы – дети великой степи. Не просто намады. И вот под этими лозунгами и новым брендом мы должны показаться миру новым Казахстаном. Для этого я предложил идеи индустриализации, новые экономические политики, пяти индустриальных реформ. Наша молодежь, для которых делается все это, должна зажечься эту идею, день и ночь думать, вылавливать со всего мира, что есть, и создавать свое новое. И в четвертых, в рамках интеграционных процессов, особенно Евразийского экономического союза, нужно начать более концентрированную работу по выходу на рынки, больше, чем сейчас, в Россию, в Центральной Азии, в Китае, Индии, Иран. Дороги я для вас построил, везде, всюду. Надо работать. Я все время говорил, тренируйтесь на конкуренции нашими соседями, Россией и Белоруссией, теперь Кыргызстаном, Арменией, а теперь мы в ВТО входим. Вот подошло то время, о котором я говорил, теперь надо конкурировать со всем миром. Понимаете? Мы откроем границы, ВТО, все сюда. Перейдут хорошие товары, с хорошими ценами, качеством. Каковы будут наши товары? Я радуюсь, вот здесь показано, легкая промышленность начинает подниматься. Не надо думать, что это мало, это работает 50-30 человек. Не надо так думать. 97% экономик Соединенных Штатов Америки – малый и средний бизнес. 65% экономики Германии – это малый и средний бизнес. Именно это будет определять. Они гигантские предприятия, где 50-60 тысяч человек работают. Они отомрут. У таких нет будущего. Поэтому надо шевелиться нам, нашей молодежи, открыть возможности, но для новых людей, для нового бизнеса. Мы должны выходить на экспорт, совершенствовать инструменты поддержки экспорта. И наше Атамикен, правительство, все Акимы должны над этим работать. Каждый Акимы области должен думать, как его продукция, во-первых, распространяется по Казахстану. Интересно, вы, наверное, еще и не думали. Посмотрите экономику Павлодарской области, всю продукцию, которая происходит. Сколько потребляется внутри области, сколько уходит в соседние области, сколько в соседнюю Россию. В Чумкенте, например, сколько в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан уходит, в Туркменистан. Сколько вывозится сегодня огромная потребность в Россию в овощах и фруктах. Вы же знаете, в связи с санкциями. Почему не использовать это? Почему сложа руки сидим? Почему всех собирать и говорить, идите, занимайте ниши? Какой простор, какие возможности? В-пятых, как я сказал, мы завершили переговоры по вступлению ВТО. Членство ВТО открывает для нашей экономики новые горизонты. С одной стороны, обеспечивает нашим предприятиям доступ к зарубежным огромным рынкам. И потребителям большой выбор товаров. Мы получаем возможность для создания новых производств и рабочих мест. Наша задача – помочь казахстанским компаниям поскорее приспособиться к новым условиям, извлечь максимальную выгоду из нашего вступления в ВТО. 19 лет вели переговоры, защищали наши позиции и аграрников, и импортозамещения. Я считаю, что и неплохо поработали, отстояли свои позиции. Теперь давайте работать. Уважаемые коллеги, важнейшим направлением является новая экономическая политика Нурлужова. Новая архитектура транспортных систем по лучевому принципу от Астаны – не просто какая-то выдумка. Начало строительства и реконструкции автомагистрали от Астаны и во все концы нашей необъятной Родины – это колоссальный, огромной значимости проект, направленный на столетия вперед для будущих поколений. Никогда Казахстан не решал таких задач. Это должно вдохновить всех казахстанцев. Никогда не решал. Огромную степь покрыть сетью автомобильных железных дорог. Без этого нет экономики. Без этого нет жизни. Товары надо возить. Людям надо быстро ездить. Быть там, где ему надо. Работать там, где есть работа. Получать арендное жилье, а не так, как привязаны сидеть в своей квартире, как это раньше было. Мобильным надо ждать казахам. Сонтан Джастар – мобильный Волгарюк. Нам предстоит построить, реконструировать 7 тысяч километров автодорог внутри страны. Это вот мы, Западная Китай, Западная Европа говорим, 2700 километров. 7 тысяч внутри областей, внутри страны. Дальше мы должны пойти между малыми городами, районными центрами. Вот тогда будет развиваться наша страна. Вот таким образом мы покроем сетью автомобильных железных дорог, авиационными портами, всю нашу великую степь, которую нам оставили предки. Всего предстоящие три года на цели этой программы направлено свыше 20 миллиардов, из которых более трети выделяют, может и больше, международные финансовые институты. Вы посмотрите, какое доверие Казахстану, какой стране, все международные институты, Всемирный банк, Европейский банк, Азиатский банк, Исламский банк пришли, доверяют, вкладывают долгосрочные, очень выгодные для Казахстана кредиты в объеме более 9 миллиардов долларов. Надо ценить, уважать и сделать так, чтобы и для инвесторов, и для нас это стало выгодным. Ожидается, что в течение четырех лет эта программа добавит рост ВВП нашей страны в совокупности 16%. В итоге, к 2019 году мы намерены на одну треть сократить время в пути между крупными городами, сформировать единую энергетическую систему страны, самое главное, объединить всю нашу экономику в единый рынок. У нас сейчас соседние области между собой не общаются, странно. Мы говорим о торговле за океанами, Тихомокеаном и так далее. Между областями связи нет, это безобразие вообще. Каждый сидит, как князь, собака на сене, на своих товарах, но в своей области. Выходите, выезжайте к соседям, узнаете, что им нужно, что у них брать, как совместно построить предприятие. Вместе с тем, Нурлужол будет стимулировать нашу промышленность и сферу услуг. Во-первых, надо усилить компонент местного содержания, чтобы дать нашему бизнесу полноценно принимать участие в реализации проектов программы. Знаете, надо это организовать. Обвинять нам некого. У нас опыта нет. Надо новых людей учить, как вести бизнес. Вы думаете, все вот казахстанцы сидят, сейчас вот меня слушают, телевизор слушают, газеты читают. У него каждый день свои дела, с утра до ночи. Надо проводить специальные тренинги. Как начать дело? Мы же говорили, что нового бизнеса в каждой области свой должен придумать список книг. Вот белая книга, каким бизнесом надо заниматься в Аршалинском районе каком-то. Или в Тулькабасском районе, каким бизнесом заняться, что там есть. Что там есть? Школа не строится. Там веники нужны. Здесь улицы нету. Здесь вот лопата нужна. Еще что-то нужно. И ему показать, как это начать. Как составить проект. Куда пойти кредит. Как оформить. Вы что думаете, все это знают? Поэтому мы создали АТМК. Развитие современной сферы сопутствующих устройств, питания, проживания, технического сервиса. Это в свою очередь повысит привлекательность, комфортность маршрутов через нашу страну. Не только для граждан Казахстана, а для всех, кто проезжает. Мы же хотим стать транзитной страной. За счет этого зарабатывать деньги. В-третьих, мы строим дороги, которые будут служить не одному поколению. Вы же все сейчас по всему миру ездите. Посмотрите дороги. Все дороги в Германии построены при президенте канцлер Аденауэре. Послевоенные. В 1949-1950-е годы. В Испании дороги построены при Франко. Даже дороги, которые построили римляне, до сих пор живы. То есть мы посылаем огромный привет будущим поколениям на 100-200 лет вперед. Так что будьте соответствуйте этому качеству, что мы делаем. Для этого нужно не только качественным строительством, но и постоянная поддержка и обслуживание. Поэтому надо будет правительству подумать о создании единого оператора, который будет полностью отвечать за содержание, развитие дородно-транспортной инфраструктуры всей нашей страны. А то у нас как бы было, в этом году построили дорогу, в следующем году выбоины все и начинаем снова устроить дорогу. Вот такого чтоб не было. Уважаемые дамы и господа, для совершенства инициациональной среды, бизнес-климата и привлекательности выхода на новый уровень качества жизни наших граждан, я объявил план нации 100 конкретных шагов по реализации пяти реформ. Мы приведем в соответствии с лучшими международными практиками регулирование в области строительства, недропользования, энергетики и транспортировки. Это будет наша работа по вхождению в 30 развитых государств, то есть стандарты ОСР. Другого пути нет. Поэтому эти пяти реформ. В Астане будет создан, кроме этого, международный финансовый центр, вы знаете, после Экспо-2017, который будет конкурировать с мировыми финансовыми центрами, я надеюсь. Вот такая огромная работа нам с вами предстоит. Продолжение следует... 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 Эр облыс, эр министерлик, ойла куриок, Кандай резервтар бар жаңынан таватын. Кай жерден ондоросты көйтеміз. Аздын босы да, тамшылатып-тамшылатып көй берсе, үлкен тенгіз болады. Кандай кейіндік кезеседе, қай испай барлық жоспарымызды сүке асыру, Біздің алдымызда тұрған елдің бізге тапсырған міндеті осы. Сүнгіңдер ба? Рахмет тұрғандарғызға. АПЛАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТ Субтитры создавал DimaTorzok